Агрария с юга Молдовы вновь вывели свои тракторы на протесты, если власти не выполнят их требования по компенсациям из-за засухи и введению моратория по просроченным кредитам, фермеры могут начать блокировать трассы. Власти предоставили обещанные 50 миллионов ле в виде помощи. Покроют ли эти деньги весь ущерб и помогут ли справиться с весенними полевыми работами, а также о ситуации фермеров из Дубасарского района, рассказываем в итогах. Илон Шор побывал в Москве, общался с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, и даже успел выступить с интервью для одного из известных в России порталов. Между тем, Интерпол потребовал выдать Шора Молдове. К слову, это уже второй запрос после появления беглого политика в Москве. Уже в начале апреля в Молдове начнется перепись населения. Правда, на сей раз за отказ от участия граждан могут штрафовать. В Национальном бюро статистики пояснили, санкции будут применять лишь в исключительных случаях. Молдавские фермеры на этой неделе возобновили протесты сельхозпроизводителей из Кагула, припарковали свои тракторы на обочине в сторону Кантемира. Затем к манифестациям присоединились аграрии из Ханчеш, Теленеш, Каушан и Криулян. Как и прежде, фермеры жалуются на то, что денег катастрофически не хватает, а на носу весенние полевые работы. С другой стороны, глава Минсельхоза заверил, пострадавшие от засухи производители получат компенсации. На это было выделено 50 миллионов лев, но больших средств пока государство не имеет. Вот уже весна, мы должны выйти в поле на работы, у нас нет денег на топливо и удобрения, мы на пределе, государство не предлагает ничего. Всё, говорили о топливе, а до сих пор ни одного литра мы не получили. Посмотрите на фермеров, сделали комиссию, сходили, посмотрели угодья, целую кипу бумаг собрали и ничего. Все бумаги там сложили, я вывез 600 килограмм подсолнечника, но даже за семена не вернул себе. Фермеры припарковали своих железных лошадок у обочин трассы Кагул-Кантемир. Если власти не услышат их требования, говорят, прибегнут к другим мерам и начнут блокировать дороги. Производители, как и прежде, настаивают на введении моратория на штрафы по просроченным кредитам и на предоставлении компенсации не менее 2000 лев за гектар подсолнечника и кукурузы. Однако на этой неделе правительство поддержало постановление о выделении 50 миллионов лев из интервенционного фонда в помощь пострадавшим от засухи аграриям. И порядка 190 производителей с юга подавали запросы. Деньги будут предоставлять на основании акта, выданного профильной комиссией. Производители из Кагула действительно серьёзно пострадали. По предварительным данным, примерно такое же число пострадавших хозяйств в Штефанводе. Всего за гектар будет предоставлено от 1000 до 2500 лев, в зависимости от степени ущерба, нанесённого угодьем. Помощь от государства рассчитана на 7 хозяйств с севера страны, где стихия обрушилась на сады. При этом министр признал, что ситуация в сельском хозяйстве сложная, но больших средств пока изыскать невозможно. Всем производителям в Молдове сложно, но из всех мы выявили тех, что труднее всего, у кого потери свыше 60%. Что касается эпопеи, вокруг получения предоставленного Румынии топлива в виде гуманитарной помощи для молдавских аграриев, сейчас дело застопорилось, поскольку вынесенные ранее распоряжения устарели. Хотя до этого власти обещали, что топливо будет доставлено в Молдову до конца января. Это сейчас на уровне румынского правительства. Они должны изменить с 2023 на 2024 в самом распоряжении, то есть внести некоторые корректировки по цифрам. Исполнительный директор Ассоциации «Сила фермеров» не исключает, что аграрии вновь выйдут на массовые протесты. И это будет зависеть от действий самих фермеров в каждом отдельном районе. Мы говорили, что ситуация приближается к катастрофе. Прошло лето, не были услышаны. Был ноябрь. В ноябре мы сказали, что ситуация такая, что осенью фермеры не будут иметь с чем выходить на весеннеполевые работы. Мы тогда все время предлагали ряд мер, которые не только финансовый характер носят. Проблема не только в засухе, а проблема во многих факторах. И сейчас получается, что эти 50 миллионов дадут только тем, у кого есть засуха, есть акты. А что делать с остальными? У кого-то в Левском районе, в Басарабском, в Ханчешском у них урожайность была ниже среднего в этом году. Они не попадают под засуху. Но в комплексе тех факторов они находятся в том же предбанкротном состоянии. И они сюда не попадают. И плюс еще будет этот конфликт с Единцами, потому что там их пристегнули тоже к этим каламитец натурали. К слову о моратории по кредитам. В конце января Министерство сельского хозяйства сообщало, что созданная в прошлом году специальная комиссия взаимодействовала как минимум с девятью кредиторами, включая коммерческие банки, микрофинансовые компании и дистрибьюторов средств производства. Тогда кредиторы пояснили, что реструктуризация проводится по требованию клиентов и на основании финансового анализа бизнеса. А меры принудительные применяются только тогда, когда все другие решения исчерпаны. Напомним, в начале декабря фермеры приостановили бессрочную акцию протеста у здания правительства, пообещав применить другие формы протеста, если власти их не услышат. А в это время непризнанные власти Террасполя пытаются переманить фермеров из Дубасар. Администрация Левобережья даже предлагает фермерам различные льготы. Взамен просит зарегистрироваться в реестре юридических лиц Приднестровского региона, чтобы платить им налоги. Кишинев квалифицирует эти намерения как незаконные, призывает фермеров не участвовать в подобных встречах. Что же касается пошлин, Кишинев намерен возместить потенциальные затраты. Несколько дней назад фермеры из села Маловато-Ноу, Качиер и Дородская, Пырыта и Кошница столкнулись с неприятной ситуацией. Непризнанные власти Левобережья потребовали предоставить всю информацию о таможенных пошлинах и режиме работы на сельскохозяйственных землях. Более того, аграрии из Маловато-Ноу и Качиер каждый день вынуждены пересекать так называемый таможенный пост, что доставляет им массу неудобств. Однако тамошняя администрация всячески предлагает им перейти на свою сторону. Платить эти пошлины, компенсирует вам там, не компенсирует, нас не интересует. От 10 до 15 долларов на тонну продукции при вывозе, как экспорт преднестровских этих, вы должны заплатить их в преднестровских банках. Чтобы попасть в преднестровский банк, да чёрт с тем курсом, с курсом разберёмся. Чтобы попасть в тот банк, вы сначала должны зарегистрироваться в регистре юридических лиц в преднестровской народной республике, так называемой. В так называемом регистре для того, чтобы платить в так называемых банках. С субъектами, значит, к вам может прийти налоговая преднестровская, к вам может прийти любой контрольный орган, но ведь в то же время они же не хотят прекращать отношения с законными властями. А так, чтобы им не было сильно больно, кнуту добавили пряник. Сказали, но за это вы получите солярку подешевле, потому что мы акцизы не платим на границе. Вы получите ирригацию за копейки, потому что за газ и за электричество у нас это вот, вы получите доступ к воде, вы получите газ и электроэнергию по тем же этим вот. Кишинёв обещает возместить потери для фермеров из Дубасарского района. Неконституционные власти не имеют никакого права проводить встречи с этими людьми. Как я уже говорил, я посоветовал им избегать подобных контактов. Сожалею, что они были, мы сожалеем о потерях. Если они будут, то мы всё компенсируем. Я попросил Дубасарский совет и местное управление сельского хозяйства провести расчёты, поскольку это общественные средства. Напомним, новый таможенный кодекс Республики Молдова вступил в силу 1 января, после чего экономических агентов Левобережья обязали платить таможенные пошлины в государственный бюджет. Сепаратистские власти в знак протеста объявили, что введут налоги для фермеров из Дубасар. Слухи о том, что президент Украины может сменить главнокомандующего ВСУ, подтвердились. Новость недели пришла из Киева. Владимир Зеленский 8 февраля назначил нового главнокомандующего вооружёнными силами. Им стал генерал-полковник Александр Сыркский, который ранее возглавлял сухопутные войска. Зеленский назвал Сырского самым опытным украинским командующим и напомнил, что он руководил успешной обороной Киева в начале войны, а затем успешным наступлением осенью 2022 года в Харьковской области. Валерия Залужного президент поблагодарил за два года защиты. Известно, что Зеленский ранее встречался с Залужным и предложил ему и дальше быть в команде. Об этом, по крайней мере, говорится в официальном телеграм-канале президента Украины. Залужному уже присвоили звание Героя Украины. Генерал Залужный был главнокомандующим ВСУ с 27 июля 2021 года. Ранее многочисленные наблюдатели и источники СМИ сообщали о некоем конфликте между Зеленским и Залужным. Илон Шор побывал в Москве и даже оттуда пытался скомпрометировать европейскую интеграцию Молдовы. Приговоренный к 15 годам лишения свободы, беглый политик хвастается тем, что определяет внешнюю политику нашей страны. Однако недавнее появление Шора в Москве побудило национальное отделение Интерпол обратиться к России. С повторной просьбой выдать политика. Примечательно, что после первого обращения, сделанного еще 1 февраля, российская сторона заявила, что Шор не был в России с 2014 года. Сегодня у Молдовы, я неоднократно это говорил и с большим удовольствием повторяю это здесь, единственное спасение это открытое вступление в Евразийский экономический союз. Да, мы не сможем сделать из пенсии 100 евро в 500, но мы сможем сделать 130, но энергоресурс может стоить 10. Подтверждение своей недавней встречи с российскими властями Илон Шор обнародовал на своей странице в Фейсбуке. При этом Шор в очередной раз заявил о том, что Молдова должна присоединиться к Евразийскому союзу, чтобы якобы обеспечить повышение пенсии в стране и снижение стоимости энергоресурсов. Встречей с главой комитета Госдумы по делам СНГ дело не закончилось. Позже Шор пообщался с журналистами российского телеканала, запрещенного во многих западных странах и считающегося инструментом пропаганды Кремля. Я хочу, чтобы народ Республики Молдова, чтобы весь мир узнал, что народ точно сегодня не хочет ни в какой Европейский союз. В Европейский союз хотят молдавские чиновники, которым платят две зарплаты. Однако на насыщенную повестку встреч Шора обратило внимание Национальное бюро Интерпола. Его представители повторно обратились к российским властям с просьбой подтвердить нахождение Шора в России и выдать его молдавской стороне. 1 февраля, когда Илон Шор приземлился в Москве, Интерпол также просил экстрадировать осужденного беглеца в Молдову, но Российская Федерация его визит отрицает. Также предполагается, что Шор бывал в России в ноябре прошлого года. Однако никаких доказательств на этот счет у официального Кишинева нет. После того, как Илон Шор подтвердил, что находится в России, мы направили в Москву второй запрос, подтверждающий его нахождение там. А также попросили установить его местонахождение и провести задержание для последующей экстрадиции в Молдову. Мы снова обратились за помощью в Генеральный секретариат Интерпола, чтобы его представители оказали нам поддержку в этом вопросе, как и в том, чтобы убедить российских властей действовать в соответствии с положениями документов, принятых в рамках организации. С уточнениями выступил и Генеральный инспектор от полиции. Сразу после появления в прессе информация о нахождении Шора в Москве, учреждение выступило с дополнительными обращениями в адрес Бюро Интерпола МВД России, как и в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе. Было запрошено в экстренном порядке принятие необходимых мер в отношении Шора с целью его обнаружения и ареста. Илон Шор сбежал из Молдовы в июле 2019 года после того, как Влад Плохотнюк потерял власть. По делу о банковском мошенничестве, Илон Шор был приговорен к 15 годам тюрьмы. Илон Шор внесен в санкционные списки в США и Великобритании, куда ему запрещен въезд. Против него были применены санкции в Канаде и Евросоюзе из-за его связи с Кремлем и из-за попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове. Майя Санду пояснила, почему считает, что референдум о европейском курсе Республики Молдова и президентские выборы можно провести в один и тот же день. Одна из причин заключается в том, что на президентских выборах курном для голосования выходит наибольшее количество избирателей. А другая, что так будут сэкономлены деньги. С такими пояснениями выступила глава государства несколько дней назад в эфире общественного телевидения. Тем временем Майя Санду и на этой неделе продолжила проводить консультации с политическими партиями по поводу еврореферендума. Самым главным аргументом является участие, поскольку это решение определит судьбу страны на долгие годы. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей приняли в нем участие. Мы хотим как можно больше избирателей в этом событии. Стоит отметить, что на этой неделе глава государства продолжила консультации по вопросу проведения референдума о европейском курсе Молдовы. Всего на консультации были приглашены 14 партий. Социалисты, коммунисты, как и партия развития и объединения Молдовы приглашения не приняли. Нашлись и те, кто покинул собрание в президентуре сразу после начала. Я не хотел сидеть до конца, потому что стало ясно, что все, что делается вокруг этого референдума, всего лишь комбинация. Звучали и мнения, что все же референдум следовало бы провести отдельно от президентских выборов. Глава государства упомянула тот факт, что проведение в один день референдума и выборов помогло бы сэкономить деньги. Но мы в Национальной Молдавской партии считаем, что это электоральный трюк. Референдум не может проводиться во время режима ЧП, не будет ЧП в стране. Тут появляется вопрос, если Шур снова попытается его подорвать. Если поступающие в страну миллионы, никто не останавливает. Если государственные учреждения слабые, как мы можем быть уверены, что Россия не попытается повлиять на результаты? На консультации вился лидер движения «Национальной альтернативы» мэр Кишинёва Ион Чибан. Он придерживается мнения, что референдум стоит проводить, но позже. Чтобы не было никаких политических интерпретаций, что кто-то пытается использовать этот референдум в своих целях, совершенно нормально проводить его позже, как это было везде после процесса переговоров. В настоящее время ожидается решение Конституционного суда по поводу юридической процедуры еврореферендума. Мы ожидаем решения КС по поводу юридической процедуры данного референдума. С точностью это будет конституционный референдум. Это означает, что решение народа станет законным. В конце прошлого года Майя Санду обратилась к парламенту с просьбой рассмотреть возможность проведения референдума о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Парламент внес поправки в Кодекс о выборах, чтобы плебисцит мог состояться в тот же день, что и выборы президента. А позиции политические обозреватели выступали с критикой, заявив, что глава государства таким образом пытается связать европейский вектор со своей кандидатурой, чтобы обеспечить себе второй президентский срок. Грядет перепись населения. Начнется она в начале апреля и станет, пожалуй, самым сложным и объемным национальным статистическим событием. Но есть одно «но». Граждане, которые откажутся участвовать в переписи, могут поплатиться штрафами от 1000 до 2500 леев. Правда, жесткие санкции будут применяться лишь в исключительных случаях. Подробности на этой неделе сообщили в Национальном бюро статистики. Продолжение следует... Национальное бюро статистики получило 3000 планшетов и аксессуаров, которые будут использованы при проведении переписи. Также 1700 планшетов для этих нужд уже были приобретены на государственные деньги. Во время переписи анкеты будут заполняться в электронном виде. Тем самым ответственные лица намерены обеспечить скорость сбора данных и их высокое качество, а также безопасность получаемой информации. Всего в процессе сбора данных будут задействованы 4500 анкетеров. Обойдется перепись населения в 370 миллионов леев. Почти 330 выделены из госбюджета. Остальную часть покроют европейские партнеры. Пройдет перепись с 8 апреля до 7 июля. Все же на этой неделе не обошлось без протестов. Блок коммунистов и социалистов вывел своих сторонников к зданию правительства. Люди скандировали лозунги, требовали отставки Кабинета министров. Как отметил пресс-секретарь правительства, право на протесты является неотъемлемым в демократическом обществе. Перед толпой выступили представители партии социалистов и ПКРМ. В какой-то момент к гражданам обратился бывший глава государства Игорь Дадон. Дорогие друзья, у нас у власти преступная организованная группировка. Здесь есть бывшие полицейские и здесь и нынешние полицейские. Это называется ОПГ. В правительстве отметили, что граждане имеют право протестовать, однако комментировать требования БКС не стали. Хочу отметить, что правительство, правительственная команда продолжает свою преданную и конкретную миссию по улучшению инфраструктуры, улучшению условий жизни, предоставлению новых возможностей для граждан этой страны, чтобы уровень жизни был лучше. Оппозиция намерена продолжить протесты. Страна узнала, какие молдавские фильмы были признаны лучшими. На минувшей неделе состоялась гала-церемония кинематографистов. Фильм «Карбон» получил целых шесть наград, в том числе в номинации лучший полнометражный фильм. Лучшим сериалом был признан проект «Уамень господарь». А особого внимания удостоился документальный фильм «Друмул разбоилы», который снимали в Украине наши коллеги Верика Татару и Андрей Коптаренко. Как и на церемонии вручения «Оскар» по красной дорожке Дворца Республики прошли актеры и актрисы отечественных фильмов. Главным победителем гала-концерта в этом году стал фильм «Карбон» режиссера Иона Борша. Картина получила награду за лучший саундтрек, лучшие костюмы, лучший монтаж, лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучший полнометражный фильм. Главным победителем «Карбон» Это нормально стремиться к чему-то большему, но когда мы снимали фильм на съемочной площадке, мы не думали об этом. Мы думали, как можно быстрее, качественно отработать до заката, быстрее лечь спать. И, конечно же, думали о еде, определенно думали только об этом. Жюри также отметила фильм «Тунете» режиссера Иона Бобейки. Премия в категории «Лучшая мужская роль» досталась Анатолию Морзенко, а «Лучшая женская роль» Тинкутсе Жосан. А маэстро Евгений Дога получил премию за исключительный вклад в наследие отечественного кинематографа. Сегодня вечером я убедился, что у нас необычайно сильная преемственность. Я считаю, что наша кинематография заслуживает самой высокой оценки на международной арене. Премия «Лучший сериал» досталась проекту «Уамень Господарь», снятому для ТВ-8 Ассоциации женщин-кинематографистов. Премия «Лучший документальный фильм» получил фильм «Друмул разбойлуй». Мы рады, что наш фильм все же имеет влияние, потому что самое главное – это когда у картины есть влияние особенно на такую болезненную и актуальную тему. В ходе мероприятия министр культуры Сергей Прадан объявил о создании Национального фонда кинематографии. Я хотел бы адресовать всего два слова всем кинематографистам, а также киноманам всем нам. Эти два слова – фонд кинематографии. На этой неделе Минкульт вместе с нашими коллегами в парламенте совместно начнут общественные дебаты по поводу этого фонда. На голоконцерте кинематографистов в 2024 было номинировано 37 местных проектов и вручено 15 премий. Редактор субтитров А.Семкин